Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. В Карагандинской области упал военный самолет. Холодная вода может подорожать почти в 4 раза. Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия. В Карагандинской области во время проведения учебно-тренировочного полета упал военный самолет. Один человек погиб, еще один госпитализирован. Наши корреспонденты выехали на место события. Специальный репортаж Миром Гуслакимбаевы. Военный самолет МиГ-31 обрушился вчера около 11 часов вечера в районе поселка Просторной Карагандинской области. В результате погиб командир части полковник Едыгеев. Причину крушения выясняет межведомственная комиссия. Авиакатастрофа произошла во время проведения учебно-тренировочного полета. В результате крушения погиб 46-летний полковник уроженец Костанайской области Марат Едыгеев, который управлял самолетом. Штурман-заместитель командира воинской части Руслан Галимзянов был госпитализирован в больницу. У погибшего летчика осталась жена и трое детей. Младшему сыну полковника всего три года. Военной деятельностью он стал заниматься с 1985 года. Прекрасный. Прекрасный летчик, прекрасный командир, отец троих детей. Сыну три года младшему. Все близкие покойного знают его как профессионального летчика, прекрасного семьянина и верного друга. Случившиеся они до сих пор не могут поверить. Прекрасный отец, хороший муж и вообще он большой специалист. Только это могу сказать. Между тем, находившийся рядом с погибшим полковником, Руслан Галимзянов с различными травмами доставлен в больницу. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Состояние у него средней степени тяжести. Травмы не тяжелые, не опасные для жизни, так скажем. У него сотрясение, вывив предплечье. Множественные ушибы всего тела и ссадины. Но помощь ему была оказана сразу при поступлении. На место, где обрушился военный самолет, пройти невозможно. Территорию оградили. Повсюду полицейские. Место крушения сейчас осматривает межведомственная комиссия. С самолетом МиГ-31 проводились учебно-тренировочные полеты и произошла катастрофа. На данный момент в числе погибших значится один пивот. Это Марат Ядрегеев. Первый Курсалкинбаев, Атолий Генрошид, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Дети пропадают в онлайне. Болезнь 21 века, интернет-зависимость добралась и до самых маленьких. Как уберечь ребенка от всемирной паутины и чем опасно длительное пребывание малыша в сети, узнавали наши корреспонденты. Маленькая Дине всего 4 года, а девочка уже с компьютером на «ты». Утро ребенка начинается с просмотров мультфильмов в интернете и щелканья по клавишам ноутбука. Глава семьи Папа Ирлан считает, дочь должна развиваться. Новые технологии, в том числе интернет, этому способствуют. В принципе, я рассматриваю это как положительно, ввиду того, что к нам сейчас идет развитие электронного формата, электронное правительство, есть сайт. Мы сейчас сами там черпаем информацию, получаем всякие услуги. Ну и дети уже подрастают. Конечно же, на данном этапе для них самое интересное – это мультфильмы. С такой позиции категорически не согласна мама девочки. По ее мнению, интернет влияет не только на здоровье, но и на психологию ребенка. Развивающие игрушки, книги и специальные занятия – вот та альтернатива компьютеру. Я как мама, конечно, против того, чтобы мой ребенок сидел целыми днями за компьютером, за ноутбуками. Даже так взять сейчас смартфоны, айфоны. Конечно, они очень удобные, но детей, мне кажется, это очень отвлекает. И, конечно, это минус развития, да, действительно. Потому что ребенок отвлекается этим, и он как бы портит свое зрение. Это влияет физически. По словам специалистов, дети и подростки не должны проводить в интернете больше часа в день. Если же они больше двух-трех часов в день висят онлайн, это грозит интернет-зависимостью. Чувство злости, агрессивность, нарушение сна и усталость, последствия длительного общения с компьютером. Профилактика от интернет-зависимости – это зависит от родителей. Например, родители должны контролировать своего ребенка. Еще у каждого ребенка должно быть свое хобби. Например, рисование, музыка, танцы и так далее. Пока малыши и подростки часами висят в глобальной паутине, родители заняты своими делами. Спохватываются только, когда видят, что ребенок не может жить без интернета. Причем таких без труда определяют даже в дошкольных заведениях. Если сравнивать ребенка, который часто сидит в интернете и кого в нем ограничивают, можно увидеть разницу. Ребенок, который не сидит в интернете, психологически устойчивее. Когда дети играют, они и в реальной жизни применяют те жесты, которые увидели в сети. Дети, которые проводят за компьютером меньше времени, более спокойны и усидчивы. Между тем, существуют ведь и другие способы занять ребенка. Свежий воздух, игры на природе, чтение книг. Чем не альтернатива всемирной паутине? Рекомендации молодым мамам, чтобы побольше гуляли с детьми на улице, на свежем воздухе. Игрался. Столько площадок сейчас строится детских. Прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Холодная вода может подорожать почти в четыре раза. Компания «Караганды-Су» подала заявку о повышении тарифа. Накануне прошли общественные слушания коммунальщиков. Здесь представители компании-слугодатели отчитались перед народом, как расходуются деньги потребителей. Тарифы повышаются, проблем у монополистов меньше не становится, считают горожане. Изношенные сети, постоянные аварии на водопроводах – многолетние проблемы. Повышение тарифа мера вынуждены, говорят представители «Караганды-Су». Если заявку одобрят, то вместо 57 тенге за куб карагандинцы будут платить более 200. Естественно, такое положение дел не устроило пришедших на публичные слушания горожан. К слову, последний раз стоимость тарифа на воду повышалась два года назад. Но только модернизации никто в полном объеме так и не увидел, возмущались присутствующие в зале. Остается только задать вопрос, куда уходят деньги. Вот если взять 100% тарифа на воду, вот запоминайте, 35% – это закуп из этих денег, изходной воды. 15% – это заработка электрической энергии и услуги из-за ее транспортировки. 20% – это заработка плата. 12% – это реагенты. 4% – ГСМ. 3,7% – все остальные. И только 12% – на ремонт. К другим новостям. От бумаги к компьютерам от ПГК КВОУТ. Уже второй год в Караганде девятиклассники проходят внешнюю оценку учебных достижений. Комплексное тестирование предназначено для контроля качества обучения в общеобразовательных учреждениях. Казахстанские школьники постепенно отходят от письменного комплексного тестирования. Четыре предмета, 20 вопросов по каждому, один правильный ответ. Все как в привычном ПГК по тестовым книжкам. Только сегодня свои знания школьники проверяют на компьютерах. В эксперименте приняли участие пять карагандинских школ из 80. Более 400 учащихся девятых классов показали, чему они научились за школьные годы. Результат показал, что лучше подростки знают казахский и английский языки, чуть хуже – физику и математику. Результаты ВОУД будут использоваться для мониторинга учебных достижений обучающихся, оценки эффективности организации учебного процесса, сравнительного анализа качества образовательных услуг, предоставляемых организациями образования. Во время проведения процедуры ВОУД нарушение инструкции зафиксировано. Карагандинских коммерсантов привели от столбника и дифтерии. Теперь жители нашего города могут смело закупаться на продуктовом рынке Шигыз. К концу недели всех работников торговли обезопасят от многих заболеваний иммунодефицита. Такая предосмотрительность исходит со стороны департамента комитета по санэпиднадзору. Подробнее у Аиды Ибраевой. Неделя иммунизации. Под таким названием сотрудники санэпиднадзора решили провести акцию, в рамках которой проводится вакцинация населения Караганды, начиная с грудничков до пожилых людей. Во всех странах Европейского региона и в нашей стране акция проводится с целью профилактики таких заболеваний, как дифтерия, корь, краснуха, коклюш, столбняк, полиамилит и грипп. Основной целью данной акции является повышение, увеличение охвата населения профилактическими прививками и повышение осведомленности населения об эффективности и безопасности вакцинации. Начать карагандинские медики решили с продавцов рынка ШГС. Здесь, говорят специалисты, много непривитых мигрантов. Здесь очень много лиц, пребывающих в различных территориях, могут быть иммигрантами. И основная цель, которая у нас является, это выявление непривитых лиц. Таким образом, под лозунгом «Защити свой мир, вакцинируйтесь», Министерство здравоохранения призывает граждан пройти несложную процедуру вакцинации, которая поможет избежать многих проблем со здоровьем. Аида Ибраева, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Кафедра биологической химии является одной из лучших в Карагандинском государственном медицинском университете. В этом году она вновь выиграла грант Министерства образования и науки Республики Казахстан. Первый грант был получен в прошлом году. Кафедра может похвастаться самым высоким процентом научных степеней у сотрудников. Но не это главное. На кафедре сочетаются многолетние традиции и инновационные методы обучения. Прекрасный кадровый потенциал. Молодежь плечо к плечу работает с опытными коллегами. Кафедра активно занимается научной работой. Коллектив смотрит вперед. Это позволяет нам проводить исследования, публиковать наши результаты, в том числе в изданиях с высоким импакт-фактором, участвовать на конференции. Причем в это участие вовлекаются как, скажем так, более опытные ученые кафедры, так и молодые ученые кафедры. Работники кафедры стараются продлить человеку жизнь без болезней печени. Исследования ведутся на молекулярном уровне, а для этого нужны не только специальная техника, но и чуткий организм. На кафедре работает 21 сотрудник и только двое мужчин. Можно представить, как женский коллектив обсуждал пенсионную реформу. Не всегда же ученые проводят время за микроскопами. Можно и посудачить. За повышение пенсионного войска. Я говорю честно и объективно. С другой стороны, к сожалению, я смотрю на тех дам, которые вышли на пенсию вовремя. И вот эта молодая, цветущая, полная энергия женщина через год, а иногда даже и раньше, к сожалению, превращается уже в что-то такое... Скажем, это уже не дама, это уже больше женщина, которая перестает за собой следить, она больше погружена в какие-то заботы, потому что работа, общение нам дает возможность социализироваться. Возможность быть социально значимой личностью прельщает многих женщин. Сегодня 50 лет – это взлет карьеры, да и возраст ли для современной женщины 50 лет. Человечество молодеет. И доказательство тому кафедра биологической химии КГМУ. Здесь практически женский коллектив. Причем это женщины, которые сочетают заботу о семьях, заботу о детях, заботу о близких. Они сочетают с учебным процессом. Учебный процесс у нас сложный достаточно, очень мельцинский. С работу на области науки. Плюс регулярно проходят те или иные тренинги, это же тоже на повышение квалификации. Это очень большое тело. И плюс они все еще ухитряются. Прекрасно выглядите. Время не стоит на месте. Речной поток всегда энергичен, если не зарастает тиной. Сергей Высокосов, Первый, Карагандинский. В Караганде вновь проходит выставка продажи физиотерапевтических приборов Елатомского приборного завода. Здесь посетители смогут узнать все тонкости лечебного воздействия современных медицинских аппаратов и приобрести их по заводской цене. На выставке продажи медицинских приборов представлен широкий ассортимент аппаратуры, помогающий в домашних условиях улучшить состояние здоровья каждого нуждающегося в этом. Приборы могут помочь и взрослым, и детям. Опорно-двигательный аппарат, сосудистая система, лор-заболевания, геморрой, простатит, травмы, ожоги. Вот неполный перечень недугов, которые можно излечить с помощью современной техники. Самые популярные аппараты «Алмаг Комовит» воздействуют за счет магнитного поля, снимают отеки, воспаления, боли. На приобретенные медицинские приборы выдается гарантия на два года. Аппарат «Мовит» предназначен для лечения профилактики заболеваний мужской мочеполовой сферы, таких как хронический простатит, простатовизикулит, аденома предстательной железы первой и второй стадии, а также ректильной дисфункции. Аппарат очень прост и удобен в применении. Применяется всеми ведущими урологами Караганды и Карагандинской области. Аппарат из серии «Алмаг» широко применяется в клинической физиотерапии в клиниках и поликлиниках Караганды и Карагандинской области. Аппарат очень хорошо помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Также в его показаниях более 50 заболеваний. Аппарат не имеет мировых аналогов и очень прост и удобен в применении. Аппарат «Фея» предназначен для лечения профилактики лор-заболеваний, таких как гаймориты, танзелиты, фронтиты. Очень прост и удобен в применении, рекомендован ведущими лор-специалистами Караганды и Карагандинской области. Детям аппарат можно применять с одного года. Приборы не имеют аналогов и в доступной продаже их нет. Их можно приобрести только у представителей завода-изготовителя. Это вам. Двугодовую гарантию полную я вам выписал. Внимательно читайте. Выставка-продажа состоится в городе Караганде с 25 по 28 апреля 2013 года. По адресу Бульвар Мира 26, аптека Долана. Телефон 56 18 07. Многие люди не зря называют Караганду шахтерской столицей Казахстана. Крупнейший индустриальный город своей известностью обязан угольным шахтам. А вся его более 70-летняя история создавалась нелегким трудом горняков. Сегодня в карагандинских шахтах на добычу угля трудятся тысячи работников. Есть и целые династии. На шахте имени Кузимбаева работает семья Мединовых, которая с поколения в поколение передает профессиональные знания своим детям. Путь горняков в семье Мединовых проложил еще и их дед. Сегодня по стопам пошли дети и внуки. Самый старший из них проработал под землей более 20 лет. Если разобраться, я учиться не пришлось, родителей нет. Отец, я говорил, что умер в 50-м году. У деда с бабушкой я остался. И надо было уже их кормить. До армии я полтора года отработал на 106-й шахте, которая закрылась. Потом оттуда ушел в армию. Я с армии пришел. Вот тут в районе Дубовки была 104-я шахта. Тоже они все закрылись. 104-я шахта. Я туда устроился. Глава семейства умер Серый Кмединов сейчас на пенсии и воспитывает шестерых внуков. Мужчина рассказывает, что сегодня его труд продолжают четверо сыновей. Ну что, это прежде всего братья. Потом это коллеги. Это те, с кем мы потом после работы в будние дни разговариваем, общаемся. Конечно, собираемся часто. Конечно, немово важно в нашей работе. Это семья тоже. Это главная поддержка семьи. О новостях спорта вам расскажет Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. В любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Alugal. Сараркав выиграла вторую выездную игру в Нефтекамске и сравняла счет финальной серии с Торосом. После 10 пропущенных шайб в трех играх Сараркав очень внимательно действовал у своих ворот и, наконец, залатал огромные дыры. Два первых периода карагандинцы выигрывали с одинаковым счетом 1-0. В третьем Емелин попытался вернуть интригу, сократив отставание до минимума. Но на большее нефтекамцев не хватило. Счет в серии 2-2. Следующий матч состоится 26 апреля в 19.00 на поле Ледового дворца Караганды-Арена. В Ледовом дворце спорта Акжолтая стартовал чемпионат Республики Казахстан по фигурному катанию среди молодежи. В соревнованиях участвуют более 150 спортсменов со всех регионов республики. Карагандинскую команду представляет чемпион Казахстана 2012 Милис Хакимов и другие призеры различных республиканских и международных соревнований. Основные соревнования заключающие посмотреть, чему дети достигли, какого уровня они на данный момент имеют катание. Уровень растет обязательно, потому что все ориентируются на Дениса Тена, на Абзала Архангалиева. Как бы все за них болеют и стремятся быть такими же, как они. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Субтитры создавал DimaTorzok